Динамик Но могут эти понятия путаться И, соответственно, проблема на пользовательском уровне выражена в чем Что плохо слышит собеседник Относительно этого телефона И да, посмотрев вот так вот на телефон Видимо, пытались чистить вот это как раз отверстие микрофона И есть такие повреждения Ну, прям, что называется, дыры Что скрывать? Это дыра Прямо, да, дыра Ну и вот, когда набираешь на него, то есть, да, как-то плохо приглушенно слышно То есть, тут проблема получается как бы непонятно, нестабильная То ли повредили, прочищая вот это вот дело микрофон То ли просто из-за того, что все-таки там грязь забита, загрязнение Ну и, соответственно, вот непонятно, нестабильно А меняем корпус, ну и, соответственно, поменяем, проверим после, как станет И вот, ну и будет уже очевидно Так, а вообще началась с чего вся история? Владелец у нас из интересного населенного пункта Да, интересная история вообще с чего началась Человек из Нижнего Удинска Да, большой привет, кстати, постоянный уже клиент наш И вот такая, казалось бы, непонятная как бы Как это сказать? Бартерная технология в чем? То есть, у человека телефон 11 Pro Max на 512 гигабайт Это, ну, по всем меркам это очень круто вообще И он у нас совершает обмен, то есть, по бартерной технологии Отдает свой хозяйский, получает наш, ну, тоже хозяйский На 512, но 11 Pro То есть, как сказал человек, да, он, ну, приобрел такую вещь Ну, немножко ему громоздкая она все-таки в пользовании Немножко, ну, может быть, дискомфортно пользоваться там И вот, на самом деле, эту лопату ни в карман не положишь, ничто То есть, это, конечно, великолепный телефон, но он под определенный как бы То есть, кто его будет пользоваться и кто будет им дальше пользоваться То есть, он должен понимать, что это телефон-планшет Конечно, это определенная задача и необходимость И такую вещь нужно хотеть именно ее, в таком размере, в большом И, да, он, собственно, спускается на размер пониже Казалось бы, ну, что такое, ну, да Очень круто здесь, на самом деле, такое мнение, что знаем и этого владельца И того, и вот такая коммуникация, и человек себе получает Новенький, также хозяйский телефон, проверенный, за который ручаемся Не скрывашка в оригинале, даже тут с более свежей батарейкой Ну, и на самом деле, по-честному, доплата, получается, в нашу пользу идет Да, вот так вот Ну, тут тоже великолепное новое устройство практически Так, да, все окей, делаем тогда вот этот телефон, опять же, хозяйский Разбираемся с проблемой Бартерные технологии можно применять в любые стороны Так, здесь немножко открываем На новом корпусе у нас будут Да, на новом корпусе у нас будут новые решетки Ну, и, соответственно, если тут дело в этих каналах, то у нас будет все окей Так, да, вот так вот здесь выглядят целые решетки Ну, и, соответственно, я думаю, что все будет окей, на самом деле Так, плюс попутно нужно будет чекнуть состояние аккумуляторной батареи Так, делаем быстренько, на ускореньке Сегодня у нас много дел вообще всяких разных Да, вот интересная история Вот как-то тут рассказывал, что снимаю далеко не все И вот каждый раз, когда что-то не снимаю И вот открываешь очередной телефон, а там бац, и там какая-нибудь интересная жесть какая-нибудь Или какая-нибудь интересная вообще, ну, какой-нибудь интересный факт И так жалею, что, блин, вот это не снял, не рассказал И да, здесь интересная штука, интересная история по аппарату Видно, что телефончик моченый-топленый Это у нас индикатор влажности красненький И батарейка, да, конечно, какая-то левая стоит Деджи. Я в последнее время собираю всякие такие интересные батарейки с такими названиями, но и вот такой у меня, конечно, нету. Я вообще, честно говоря, на десятку не видел таких штук. Да вообще ни на какой-нибудь такой не видел. Деджи какая-то. Супер компасити. Трасси пасси. Да, телефончик нехило подливался, видимо, водой, потому что окислы такие есть на камере, на вот здесь и на нижней части. Так, пароля у нас нет от устройства, но в принципе нареканий никаких не было по функционалу. То есть я думаю, что просто соберем в новый корпус, сделаем алло-алло, ну и думаю, что все окей на самом деле. Да, батарейку эту тоже на самом деле не получится досконально проверить, но здесь уже как бы на усмотрение человека. Он просто сказал ее посмотреть, но я просто посмотрел. Да, интересная штука еще. Вот эти хлястики я всегда упоминаю, показываю, и вот здесь он, это именно заводской. Это не какое-то левое, а это именно заводской. То есть вот эта штука должна быть снята, здесь должна быть липкая пимпочка, чтобы вот этот шлейф прикреплялся, там он был неподвижен. Да, интересно, китайские люди ее не сняли при сборке. Так, собственно, стандарт. Все изымаем в новую шкуру. Одеваем. Проклейка не родная, но она как-то сделана поверх еще родной, наклеена. Двойная проклейка. Кто это делал? Я не знаю, ну вот это, если, что называется, человек сам себе это делает, он наверняка, не знаю, он бы убрал старую. То есть тут, скорее всего, подневольные люди делали, ну и вот так на самом деле не делается. Либо уже зачистить старую, убери полностью, ну либо, ну блин, ну не знаю. У меня, кстати, был случай, когда я осознанно применил два слоя проклейки, но там была история по корпусу. Экран в замятом корпусе не садился плотненько, и там пришлось как бы, да, два слоя сделать, ну такого рода эксперимент. Логический, но, как бы, ну здесь-то нет оснований так делать. Тем более, что телефон только скрывался, я как понимаю, для замены батарейки. Так, ну здесь только владельцы увидели, что там за история. Информации немного, но так, конечно же, не делается. То есть вот она дубовая, как я ее называю, она не рвется, не тянется. Вернее, рвется, не тянется. А вот родная, она тягучая. Вот она вот так вот буквально. Ну и она довольно в хорошем виде, зачем ее делали, непонятно. Так, да, ну здесь, по всей видимости, уже что-то делали-колупали, потому что нету вот этой вот проклейки, вот этой липкой бахромушечки, которая как раз в новом корпусе идет, а вот здесь ее вообще нету. И, кстати говоря, как ни странно, здесь один из дополнительных микрофонов находится в комплексе с динамиком. И он, кстати говоря, тоже принимает участие в разговоре. Мутноватая история. Да, кстати, вот в такой вот именно форме меняется батарейка у официалов. То есть динамик извлекается, я не раз говорил, как ни странно, но динамик в этой процедуре меняется. Как раз таки потому, что при его снятии, ну как бы, за исключением человеческого фактора, вот это вот может нарушиться липкая такая штука, и, соответственно, его по регламенту компания меняет. А снимается он как раз таки для того, чтобы можно было, ну в оригинальном виде предполагается, чтобы можно было безопасно аккуратно вытащить вот эти проклеечные хлястики. Ну здесь это как бы такая идет имитация, но на самом деле неплохая, свойства очень хорошие. Может быть потому, что это как бы свежая еще штука, и поэтому они так хорошо вытягиваются. И полностью. Да, все три достались хорошо, и у нас остается только верх. Так, есть. Батарейка, не знаю, по ощущениям она прямо такая, ну потолще будет. Я, кстати, никогда не запоминаю вот эти циферки там, объемы или чего-то там. И вот здесь у нас объем 3210 мА. Ну вот, да, что-то я засумевался, а сколько на родной? Сейчас гляну, посмотрю. Кстати, да, давайте попробуем считать вообще какие-нибудь данные с этой батарейки. Интересно. Ну и так, как часто бывает в таких историях, то есть тут у нас никаких данных даже о модели нету, ни циклов, ни объема, ничего. Это просто батарейка, просто батарейка. Ну да, здесь если посмотреть, прямо есть сквозные отверстия и как раз таки в том месте, где микрофон. Так, ну ладно, пока будем надеяться, что тут ничего не повреждено. Просто соберем все в нормальный вид и проверим. Да, вот эти хлястики-наклеечки, они как раз таки идут в корпусе, на тех местах, где есть липкие соединения. Так, да, пришло время ставить вот этот динамик с дополнительным микрофоном. Я вот все-таки думаю, на самом деле это недорогая штука. И дабы исключить вот эти все непонятные, нестабильные телодвижения, лишние телодвижения, я его поменяю. То есть тут потому что есть все-таки сомнения по микрофону. Ну и вот да, вот эти окислы внутри, они прям вот так вот выглядят. Вот здесь даже видно, немножко на модуле беспроводного вот этого интерфейса зарядки. Тут есть такие поверхностные окисления. Водичка попадала, видимо, сюда серьезно. И вот, кстати, интересный вопрос, но не было, вернее, вопроса у владельца, что там фейс либо не фейс. Телефон заблокирован, проверить не представляется возможным. Ну и думаю, что, видимо, все нормально. Так, 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 динамик. Так, ну и да, есть у нас такое понятие, как раздербан. Это донорское устройство, где все в оригинале. Снимем с него динамик. Ну и да, как раз таки вот тот момент, который я объяснял и рассказывал, из-за чего его меняют в официальном сервисе, это то, что вот эту бахромушку проклееченную ее приходится как бы разрывать. Но когда это правильно, она остается на самом динамике. И вот она вся полностью у нас осталась в нетронутом виде со своими липкими свойствами. Да, окей. Так, раздербан в сторону и до новых встреч. Продолжение следует... Так, ну и давайте, да, пока не будем вклеивать-заклеивать. Промезуточно проверим, а потом соберем окончательно. Да, работу микрофона необходимо сейчас будет чекнуть. Ну не знаю, здесь вот такой момент, который как бы не показать на видео, там, как слышно-неслышно. Но обычно это называют такой как бы эффект, как это всегда на айфоне выглядит, там, когда разговариваешь, звук прямо как в душу идет тебе прямо, прямо внутрь прямо вообще проникает. Вот как бы на видео это не передать. Но звук должен быть четкий, громкий, ясный. Так, врубаем. Включается. А когда есть проблема, обычно звук такой становится, вот как в бочке тебя слышат. То есть как будто ты говоришь в трубу либо в бочку. В принципе, это такое и пользовательское определение, есть звук как в бочке. То есть это тот момент, когда есть проблема. Так, 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 на него вызов. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, пять, пять. Так, все четко. Да, меня немножко еще смутило, как здесь слышно. Здесь похоже, что нужно разобрать и почистить изнутри, потому что забито очень сильно. Так, да, еще одна характерная проблема Это, знаете, как дребезжит прямо звук из слухого динамика Когда особенно экстременно высокий, ну как бы громкий звук идет Прямо такое дребезжание существенное Так, сейчас покажу Наверняка там забито просто очень сильно Так, ну и да, ребята, здесь вообще просвета вообще нет То есть просто глухо Вот так должно быть Да, ну вот опять возникает вопрос, что правильно ли владелец описал вот эту проблему Потому что я знаю, что люди часто путаются с этим То есть тут наверняка могло, и он мог не слышать, и его могли не слышать Но в любом случае мы все поправили, все окей будет Так, я хотел посмотреть, сколько объем на оригинальной батарее идет Ну да, вот это и есть, да, что мне показалось Она прямо толще такая батарейка сама по себе И в оригинале у нас идет 2716, а здесь 3200 Практически на 500 мАч здесь объем больше Ну вот он ниоткуда не взят из воздуха этот объем Это именно из-за увеличения вот этих электролитных слоев, что утолщает саму батарейку Ну вообще я честно вот по этому поводу уже высказывал свое мнение Это не круто Так, ну ладно, здесь хозяин барин, оставляем как есть Понимаете, если бы компания-создатель допускала, что можно еще там добавить этих слоев Они бы изыскали эту возможность по максимуму Тут все очень строго рассчитано Небольшой допуск на вот эти всякие вздутия, на вот эти все истории он должен быть Чтобы это не упиралось, допустим, вот в слуховой динамик при вздутии Не упиралось, не подпирало экран изнутри То есть, чтобы дабы не повредить вот это все дело Все рассчитано Ничего думать не надо Никакой увеличенной емкости не надо ставить Это все чревато Так, 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 так Да, сейчас еще раз все-таки у владельца уточню по батарейке И закрываем Так, ну и да, как я это называю? Все, что возможно, максимально по красоте сделано Закрываем Картинка забавная, непонятно Какая-то утка Гусь Так, да, конечно же, с таким стеклом не оставим владельца Обязательно обновимого Разбитая долой Обезьянку клей Да, кстати, почему вот эта история происходит с динамиком Очень хорошо заметила вот эту вот вещь Когда началась вот эта вся история с массовым применением антисептиков То есть, видимо, да, загрязнение, запыление какое-то есть Начинаешь там телефон судорожно вечером протирать Антисептиком либо чем-то И прямо бетонируются вот эти вот отверстия Как бы вот эти тонкие мембраны решеток слухового динамика Ну вообще всех технологических отверстий И поэтому вот такая история со звуком происходит Довольно частая история на самом деле Поэтому если протираете, нужно просто, просто элементарно вот так избегать этого места И все будет окей Так, да, специально еще не выбрасывал вот эти все проклейки Вот сколько их много вообще стало Вот сколько Так, друзья, да, ну и продолжаем Как я это называю, отметать по десятым телефонам И у нас посылочка из Москвы Здоровенная коробка Ох ты, это матрешный тип Упаковка матрешного типа Так, и судя по коробке, это 10С 10С Что-то коробка какая-то интересная Подозрительная Да, вот взял в руки и, знаете, вот какой-то принт Принт ненастоящий Какой-то вот он прямо такой дешевый И на ощупь, и на взгляд Так, ну и да, ребята, вот я не знаю У меня нашлась коробка А, точно, есть золотая Сейчас найду Да, ну вот даже сзади видно, что это вот здесь какая-то наклейка То есть вот он полноценный принт А вот непонятный вообще Сейчас найду прям золотую Золотой телефон И вот посмотрю на коробку Ну да, ну да, ну да Вот прямо это бросилось вообще в глаза То есть принт он сильно отличается Даже сама вот эта Как бы, как сказать, масштаб картинки внутри телефона Он отличим То есть вот оригинальная родная И вот это вот не родное что-то Сбоку тоже разное Ну и сзади А, ну и сзади Ну сзади, да То есть вот родной принт Вот непонятно То есть да, коробка тоже такой показатель И вообще Вот даже здесь не хватает Одного еще надписи То есть блока надписей не хватает Так, ладно Это так просто Так сказать поверхностная вещь Вообще там владелец говорил, что Десятый телефон А это 10С Может быть внутри у нас вообще десятка Так, есть послание Нет 10С Так, 10С Интересно тут Так, ну у нас да, послание Андрей, здравствуйте Требуется ваша помощь в восстановлении этого пациента Телефон Телефон с темной историей Скорее всего рев Ну да, собственно очевидно Покупался в магазине неофициальном Используется как дополнительный Не основной Поэтому восстанавливаем бюджетно То бишь демократично Так, после падения По нижней грани отвалился экран Изображение пропало Экран стал сильно греться в нижней части Требуется Заменить экран копия Заменить ЭКБ Проверить работоспособность Почистить Поклеить обечку Спасибо за ваш труд Так, все четко лаконично Да, и там скидывал владелец не видео И там вот такая интересная история Я сразу попробую вот это так показать Да, экран от удара вообще расщепился И даже тут вообще все развалено То есть, кто не понимает что происходит Сама рамка крепежная Она осталась внутри Вот даже те винты крепежные Да, ну которые все знают, понимают То есть, они крепят эту рамку А экран непосредственно отвалился вообще От рамки, в которую он вклеивается Ну и вот такая получается структура и область То есть, вот эта вся область Она используется для проклейки Как раз таки, чтобы держать за эти места экран Наиболее тонкие места Это вот эти идут Проклеечные Ну и нижняя часть, да Но тут он весь вообще отвалился Ну собственно, на рефе это не удивительно Вот так вот это интересно выглядит внутри Так, все делаем по указанию владельца, функционал необходимо проверить После вот таких историй с расщеплением надо проверить работу Face ID Это важно Ну и собственно, делаем Так, убираем рамку А, ну да, вот она как раз будет с частью датчиков отходить Вот это как раз тут не крутой момент То есть тут максимально аккуратно То есть да, вот они прикручены прям в рамку И соответственно вот так вот это дело разваливается Так, окей Батарея уже отдельно Ну да, пошла интересная история Это получается вот такие БУ приобретения И вот это всегда тоже крайне интересная штука Как да, что там вообще И у нас кстати следующая еще история Там вообще наша любимая Как мы все любим, как мы все знаем Ну кстати не знаю, почему-то довольно редко попадают они к нам Ну потому что видимо, как я это к чему Что видимо не имеет смысла восстанавливать уже такие истории людям Это как раз таки покупка с Авито, приобретение Следующая будет посылочка у нас И там интересно, нужно будет восстанавливать телефон Ну и вот посмотрим, что к чему Так, да, здесь сейчас собственно быстро делаем Получается, переношу комплекс датчиков на новый экран Подключаю с новой батарейкой, проверяю Функционал, если все окей, закрываем Здесь в принципе все окей По телефону что сказать? Ну история, да, на самом деле Наверное все-таки мутная с ним Но вот до той степени, что я думаю Что вот это все-таки основа, она оригинальная Видимо была какая-то история с экраном И то есть вот так частично восстановили То есть заменили, получается, экран Поставили копию демократичную Видимо подделали коробку Ну чтобы да, как-то это было более Ну как сказать, более ликвидный вообще товар Соответственно, чтобы его более удачно продать Дороже и быстрее все вот это То есть снизительность вот это все быстро продать Соответственно максимально заработать По основе нет вообще, я думаю, что вопросов Потому что видно, что это она родная То есть тут вопросы только по верхней части Ну думаю, что и служило все нормально Так, приводим в порядок, все стандартно Так, да, что нам нужно? Экран, батарейка, проклейка Вот это, конечно, интересная штука Здесь вот этот скотч налеплен вообще просто максимально сильно Но при этом батарейка вообще не держалась на нем То есть максимально большая область проклейки задействована Ну как бы это правильно, да? Хотели, видимо, приклеить хорошо Но при всем при этом батарейка на нем вообще не держалась Мутная история Ну да, кстати, убедиться в том, что телефон был оригиналом и никаким не восстановленным На самом деле, что довольно таки хорошо Можно, я думаю, что подключим вместе с родной вот этой батарейкой, которая в комплекте Он то есть не будет выдавать сообщение о том, что батарея уменена То есть будет ее опознавать как родную Наверняка это так, давайте проверим Заодно чекаем ее состояние Ну да, у нас телефончик загрузился, никаких сообщений у нас не вылазит А, ну хотя, нет, давайте разблокируем, да Так, и давайте, да, проверим, получается Да, получается, проверим состояние батарейки Если оно дает стату, значит это родное Аккумулятор, состояние аккумулятора И да, у нас емкость 89% Так, ну при таком объеме, честно говоря, еще рановато менять Так, это уточним у владельца на самом деле Ну и да, это говорит, да, о том, что, ну вот собственно Те умозаключения, которые я, собственно, сделал, они и есть Чтобы был, видимо, все-таки разбить только экран поврежден родной Да, более того, были с родного перенесены данные, ну либо восстановлены с самой платы Потому как у нас функционал трутон я переписал с этой копией Так, в принципе, это все окей Да, а что нас интересует, здесь основание полагачиво что-то не то нет На самом деле все окей А сейчас проверю функционал Face ID, за который я переживаю И который является на самом деле основой вообще в этом телефоне Проверю и все окей думаю Так, да, ребята, ну как вы поняли, по функционалу все окей Face работает, это главное Да, батарейку все-таки меняем, уточнил у владельца Собственно, делов, да немного А экран-то зачем менять? Там у него на сайте не работает Всегда либо периодически? Всегда, да, на сайте Ставим оригинал? Копи Ну да, вижу, да не работает Все окей Субтитры сделал DimaTorzok Ну и да, ребята, вот я не знаю, вот честно, да, вот как бы ничего не выдумываю Говорю, что вот волновой эффект Только вначале говорил вот на первом примере, на первом телефоне Что вот эти вот батарейки увеличенной емкости Вот могут к чему приводить И вот реально случай пришел Просто тут сразу не воспалился, потому что люди тут сидели И да, только что сделал десятку, получается вот так вот внутри телефона установлена батарейка И как раз таки нижняя часть сенсора у человека не срабатывала И как раз таки открываю и вижу, что у нас давление в этом месте идет непосредственно на экран Но это не то, что какое-то локальное давление Это уже все привет То есть продавило координатную сетку сенсора Вот эта батарейка увеличенной емкости И соответственно привет Вот этот бренд, это Nohom, за который многие топят там, знают и все Я честно сказать, вот как бы не хотел обобщать эту всю историю Потому что Nohom здесь вот паль То есть сами китайцы выпускают на этот бренд паль Вообще по оригинальному Nohom вроде бы как бы все окей Но вот опять же такой же момент нужно понимать и допускать Что у Apple все рассчитано Она прямо видно, что я даже проточила в этом месте И соответственно у нас идет нарушение функционала Экрану привет Просто как бы понимаем, что где-то у мастеров на местах нет доступа к каким-то хорошим деталям К проверенным деталям, либо что-то Приходится ну покупать, да, что есть на самом деле Что предлагают местные поставщики Ну вот по целой цепочке, да, может быть вот это все так складываться То есть как бы говорить совсем плохо про эту вещь не стану Потому что ну дабы как-то там были уже прецеденты на самом деле Когда мастера писали, что вот да что ты там засираешь Вот это дело, мы ставим все окей Не буду обобщать, потому что есть пальцы Вот за это не могу сказать Я не знаю как там оригинальный нохан должен выглядеть, как не должен выглядеть Но вот выглядит вот так вот И по факту то, что вот упомянул, то и случилось на самом деле Ничего не выдумано, все однозначно Так, все это в сторону Сегодня у нас вот такая здесь мусорка вообще образуется Ну давайте да, будем накидывать Одна мусорка там, другая здесь Вот так вот так, вот так вот так Ну да, прикольно выглядит Так, сюда поставили батарейку, наносим проклейку и у нас все готово Волновой эффект Можно было бы конечно тут это все вот развести при людях Но там молодой человек не совсем может понять, что происходит Хе-хе, перепугался бы еще Поэтому так, молчком Так, да, друзья, ребята, все в порядке Тут немножко отвлекаюсь Все окей, все окей Так, это у нас по месту исхода В поддельную коробку И продолжаем Да, вот здесь у нас будет копиться, так сказать, сегодняшнее достижение Я думаю, что сейчас они существенно пополнятся, потому что у нас посылочка совита Так, да, распечатаем посылочку Это у нас Пикалево Так, Пикалево, Пикалево И здесь Да, что-то, что-то должно быть Кстати, нос так и не заточил Не знаю, мне кажется, он сам как-то затачивается А, желтенький, мой любименький Так, смотрим Ну вот здесь, кстати, коробка Да, вот опять же, как бы не открываю Коробка вот эта оригинальная Так, и смотрим Пациента Телефон тоже, по всей видимости, в оригинале Несмотря на то, что такой сильно побитый Да, прямо вот так вот сильно выпирает экран Скорее всего, там вздута батарейка Скорее всего, фейсу Вот с наибольшей вероятностью Привет Так, ну и да, давайте Да, сейчас прочитаем историю Непосредственно, как бы от владельца Поставим его на зарядку И посмотрим, что-то как А, даже он вот включается Да, скорее всего, батарея вздута Прямо вот такие расплылы видны на экране История такая интересная, видимо, по аппарату Да, классно, тут человек Вот именно в стиле Вот именно сам в желтом Телефон, ну вернее, вот не знаю Картинка в желтом Это, наверное, какой-то другой человек Да-да-да Так, ну да В общем, стилизация такая Так, интересно, фейс работает или нет Делайте ставки Ну и да, давайте вот так вот Я прочитаю непосредственно, да Чтобы тут не скрывать Пользовательские данные Да, в общем, покупал телефон Полгода назад на Авида Весь в идеале Кроме грязи Так, кроме грязи Даже лайтнинг Только наполовину заходил И динамик хрипел на большой громкости Даже до сих пор Так, ту-ту-ту Так, было 87%, держался полгода В скором объеме резко упал До 70 Ну да, вот, кстати говоря, да Была батарейка стока Потом резко упала Скорее всего, она какая-то там поврежденная В итоге резко упала до 50% Ничего себе, она XR не видел такого Ну и за поврежденной батарейки Да, это может быть Так, после разбития экрана После разбития экрана не работал фейс Но когда начали Когда начали отпадать кусочки стекла Начал работать Да, интересно То есть, да, видимо, был разбит Было преломление фейса И он не функционировал Но вот, соответственно, очистилась Естественным образом Ну и все заработало Давайте, да, это проверим Да, есть у нас пароль Так, и давайте глянем фейс Вот, да, что не круто Это уже загрязнена Ну из-за того, что была голая фронтальная камера И вот тут, конечно, постараемся Да, в таком виде уже терять нечего Что называется Прям мутно, ничего не видно Терять нечего Постараемся почистить, насколько это возможно Но она не участвует в работе Face ID То есть, тут, чтобы правильно понимали То есть, она у нас просто дает Визуальную картинку Визуализацию Так, дозальем То есть, мы ее можем даже вот так прикрыть И у нас все равно будет происходить залитие Она не участвует Она нам дает только элемент интерфейса Так, все окей Разблокируется, отлично Так, интересно Да, давайте глянем состояние батарейки 50% Ну вот это, конечно, рекорд Но это вот не в том виде рекорд В котором он как бы В котором он правильный рекорд Это, скорее всего, от повреждения упал у нас объем Так, откроем, все увидим Ну и да, здесь у нас стандарт Будем делать его, этот телефончик В оригинале Экран у нас рабочий Но сильно побитый, потрепанный То есть, мы сюда поставим так называемую переклейку Которая заранее подготовлена Но это будет лучший вариант, на самом деле Так, так, так Делаем Кнопочки у нас работают Все работает, все отлично И эти все отверстия, они естественным образом будут новые, чистые И у нас, соответственно, будет все по красоте Желтый цвет, это вообще супер Редко бывают такие телефоны Потому что, ну, по целой цепочке Они просто меньше приобретаются Хотя, я не знаю Это суперский, вообще цвет Просто великолепный Так, вырубаем, открываем Да, ну сейчас будет интересно посмотреть Отчего все-таки произошло повреждение батарейки Я уверен, что она повреждена и сдута внутри То есть, вот это вот и происходит Это падение объема Ну, даже сам экран поднимает Ну и да, история-то, на самом деле Я думаю, что там вообще будет страшно Оказался телефон-то в оригинале Просто приобретен был на Авито Хотя, сейчас откроем Может быть, там что есть Да, батарея родная, вздута И при всем при этом Нету никаких визуальных повреждений Ни прокола Ничего Интересно И 50% объем Ну, представьте, что это не полная батарейка Вот, грубо говоря, половинка и такая маленькая Маленькая бочка Так Ну да, вот эти все разбиения Вот камеру в данном случае менять Очень такая чреватая процедура То есть, тут уже можно проблемой с фейсом обрести То есть, да, еще раз обозначу Что не будем ее трогать Почистим ее в таком виде И, соответственно, ну, насколько будет лучше, посмотрим Так, все окей Делаем Ну и телефон у нас не вскрывашка, по всей видимости Единственный вопрос, что с батареей стало Сейчас все-таки ее изыны Мы посмотрим с обратной стороны Может быть, ее все-таки дыркануло осколочек Так, да, ребята, опять тут все крутится-вертится Крутится-вертится постоянно Да, и такая штука, кто следит за нашим сериалом Знает эту историю Когда что-то там был разбит телефон И человек сказал там Поставьте там, поменяйте корпус на ваш выбор Я, конечно же, выбрал желтый И это был последний желтый корпус у меня Другого, к сожалению, нет С владельцем пообщались И решили выбрать синий Тоже классный очень цвет Вообще отличный Я думаю, очень круто будет Так, сделаем синий, да Это, кстати, вот два самых редких цвета Которые, в принципе, покупаются Это синий и желтый Не знаю, почему, по-моему, это просто космическая штука вообще Так, так-так-так Да, делаем Так, немножечко это все дело буду делать на ускоренке Потому что время уже позднее А делать еще много Так, ну и да, я добрался до батарейки Мне интересно, повреждена ли она Ну и скорее всего нет Да, здесь все целое Потому что и внутри все в порядке Разбиение поверхностное Хоть кажется такое страшное Но никакого не прокола ничего И интересно, почему же она вздулась все-таки На XR, честно говоря, без повреждения Ну, не помню Не припомню такого случая, чтобы была вздута батарейка Так, окей Ну, не окей, но окей Может быть А может и нет А может пошел Так, да, продолжаем на ускоренке Мне интересно вообще Вот здесь интересные какие моменты Очистится ли у нас камера До какой степени она очистится То есть станет ли она более прозрачная Еще раз обозначу, что менять ее крайне не хотелось бы Но это, в принципе, и по деньгам затратно И есть риски еще больше понты отрести, что называется Потому как она идет в единой рамке С датчиками, которые относятся к Face ID Да, ну и это вот такая вот конструкция Рамка целиком То есть для замены камеры нам необходимо Извлечь непосредственно камеру из этой рамки Она взаимозаменяемая Не имеет привязки Не участвует в работе Face ID Но чтобы ее поменять Здесь нужно грубо вот это вот распилить, что называется И тут, соответственно, сопутствующие риски присутствуют Так, пока в сторону Трогать ее не будем Почистим, посмотрим, как станет На ускоренке Да, кстати, по корпусу почему так и получилось Долго у меня вообще лежал желтый корпус Без какой-то нужды, необходимости И вот одна штука была на самом деле Ну вот на самом деле и синий одним То есть такие редкие цвета Держим в наличии по одной штуке Ну и вот так вот произошло Бац, и нету в нужный момент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, самый интересный момент Это что у нас получится с камерой Ну и да, здесь как бы ничего выдумывать не будем Процедура стандартная Это, собственно, мягкая кисточка для начала А потом аккуратненько Спиртовыми технологиями По чуть-чуть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и собственно Мы это все проверим в конце Когда все окончательно соберем Так, это на место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новая батарейка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и собственно Нам остался экран И мы все увидим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья Да, закончили Все собрал в новом виде Телефончик, ну просто великолепный Да, давайте посмотрим камеру Честно сказать, по опыту Сильно вот это дело не очищается Объектив это такая штука Это ну вот буквально как глаз То есть и вот его Когда он остается в таком голом виде Когда да, вот подобные демоджи истории То есть тут лучше сразу заклеить Каким-то ну типа скачом что ли В бытовых условиях Чтобы туда пыль и грязь Не попадало на сам объектив То есть очистить его полноценно не удается Так, разблокируем Проверяем Проверяем Так, основная камера у нас окей Ну да, попутно все смотрим После сборки-пересборки Ну и да, здесь конечно Замутнения довольно сильные Да, да, да То есть вот эта штука Она протачивается Очень нежная Эта сама структура Линза вот эта вот И это что называется привет Так, фейс у нас Да, фейс у нас опознает Все в порядке Так, ну да Ну в принципе сделал Все что мог на самом деле Да, ну давайте сделаем Парочку подарочков И телефончик у нас отлетает Да, я думаю что была интересная Вот эта вообще вся история Все вот это действо Сколько мы подобного Всякого интересного увидели Вот с Да, вот назрела Родилась Прямо возродилась Вот эта вот история С батарейкой повышенной емкости Стекло с обвески И раз уж у нас не нашлось Вот этого Сделаем желтый чехол Синим будет круто Так, да Я думаю что локально Можно на этом завершить Потому что время уже позднее Пока, что на этом все Всем привет И всего Субтитры сделал DimaTorzok